Знаете, дело в том, что в свое время был принят закон о религиозной безопасности населения Российской Федерации. Этот закон работает и действует, но он предписывает все субъекты Российской Федерации, разрабатывать свои законы. Закон о религиозной безопасности населения в городе Москве. И вот он до настоящего времени не принят. Депутаты откладывают его и так далее. Раньше в ГУП Радон, раньше он назывался МОСНКО Радон, он работал в составе правительства Москвы. То есть было это подтверждение правительства Москвы. Но в 2011 году, в соответствии с федеральным законом, он был передан корпорацией Росатом. То есть стал федеральным предприятием. И, соответственно, никто из правительства Москвы не может скомандовать. Делайте это, делайте то. Только договорные отношения. И в прошлом году так получилось, что Радон, который уже 55 лет стоит на охране радиационной безопасности центрального региона России, в том числе и Москвы, проиграл конкурс неизвестной компании. И в прошлом году, по сути дела, был сорван радиоэкологический мониторинг Москвы. И вот такая ситуация произошла. Поэтому концепция закона радиационной безопасности была принята прежним составом Городской Думы. Необходимо принимать его не сейчас. А в Московской области, там вообще, значит, я был одним из авторов разработки программы радиационной безопасности в Московской области. Но дело в том, что программа радиационной безопасности в Московской области настолько секвестирована и очень мало выделяется средств на ее реализацию. Что говорить о том, что у нас все под контролем, невозможно. Ну вот, два года назад в Электростале произошла авария радиационная, подобная Подольскому заводу цветных металлов. В Подольскому заводе цветных металлов произошла крупнейшая радиационная авария в Советском Союзе. Там в плавильной печи запустили стронцы, цезий, ампулы с этими веществами вместе со свинцом. И около 20 тысяч тонн радиоактивных отходов на площадке Подольского завода. Вот многие годы выделяли там эти радиоактивные большие, с большим фоном вещества, отвозили на захоронение. А вот с малофонка там так и осталось. Вот два года назад произошло то же самое в Электростале. Там оборудовали цех, взяли его в аренду, начали плавить металл. И тоже из-за отсутствия входного дозиметрического контроля, тоже радиоактивные материалы попали в печь. Тоже произошла авария. Радон эту аварию ликвидировал, но из-за отсутствия денег и на заводе, и в городе Электростале, и в правительстве Московской области, и в настоящее время люди работали бесплатно, по сути дела. Никто не заплатил. Это вот говорит о том, что отсутствие всякого рода программы, которая бы предусматривала в резерве деньги для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас договорные отношения везде, понимаете, везде работают только предварительно. Здесь предварительно нельзя договориться, потому что это произошло в чрезвычайной ситуации. Здесь должны немедленно ликвидировать, а уже потом рассчитаться. Или в процессе ликвидации должны заключать договора на оплату работы. Этого не произошло. Таким образом, длится это уже несколько лет. Вот такие дела. В этом году Радон работает, и работает успешно. Вы можете войти на сайт, на сайт в губ Радон набрать, и посмотреть радиационный фон, который измеряется буквально постоянно в ежеминутном режиме. Можно знать радиационный фон в любой точке Москвы, в некоторых точках Подмосковья, какой радиационный фон Суэр. Кстати, единственное предприятие, которое зафиксировало в Москве взрывное фукусие, был Радон.